едущий за машины яндекс драйва 320 бмв скрипит как говно просто убитая в хлам а как вы эти машины яндекс выпускаете вот мне интересно вы их вообще проверяете они какие-то ходят вся побитая покоцана ну ладно херстом от него звук просто идет такой хр-пыр-дыр но это же машина неисправно ну хули она делает вообще в обороте мне вот это очень интересно поехали поскрипели все же понимают да что если запчастей нет официальных дилеров то значит вот эти все прокатные машины вот этот весь каршеринг он не обслуживается нужным образом он не будет просто тратить такие безумные деньги и покупать запчасти в три в четыре раза дороже это значит что на дорогах москвы тысячи и тысячи особо опасных машин которым на дорогах то есть каршеринг был и так очень опасно потому что дебил на дебиле на них ездили и чё эти машины только на дорогах не творили а сейчас они еще будут еще и технически не подготовлены поэтому нику всему конше каршеринга походу приходит опа и это опа если заранее не остановить будет забирать большое количество человеческих жизни на дорогах общего пользы задумайтесь об этом а то у нас будет потом как всегда ой а мы не знали ой мы были не в курсе вот говорю жопа жопа у нас люди за своими автомобилями за личными иногда следить так не могут а представляете сколько в такси сколько в каршеринге машин сколько сейчас машин будет на дорогах которые ну просто в техническом плане их никто обслуживать нормально не будет эти необслуженные машины все на наших дорогах и это будет повышение смертности очень серьезно поэтому те кто за это отвечает ребята реально задумайтесь задумайтесь пока я не поздно надо какие-то принимать прям кардинальные решения в этом направлении сто процентов это очень опасно это может все-таки хиха хабли ровно до того момента пока эти машины начали полетать на встречке не собирать большое количество трупов слушайте я хотел сказать у меня аж беда вообще у меня серьезная проблема очень ну прям реально беда я хотел своим поделиться прикиньте какие-то я не знаю как их назвать сперли у меня на роллся все колпачки сука вот это серьезная проблема выложил видео про каршеринге да что у нас происходит прям на следующий день у нас происходит в центре москвы на белорусском дтп со смертельным исходом на автомобиле каршеринг добро пожаловать в новую реальность то что я вам сейчас расскажу для меня ну знаете подтверждение некое такое в голове порядочных крутых чуваков с которыми общался это руководство бмв в россии значит вы знаете несколько лет назад я обратился чтобы какая-нибудь компания дала нам машины для того чтобы мы поехали по детским домам до владивостока и этой компанией оказалась именно компания бмв потому что и audi и mercedes и там bentley и volkswagen все отказали бмв говорит мы дадим машины мы еще дадим игрушки для детей мы дадим еще велосипеды мы дадим еще самокат и во всех позициях которых я сталкивался с бмв они всегда вели себя как люди они ни разу не вели себя как мрази хотя во всех остальных производителях представительств ну начали начали говорить о я мы решение не принимаем а мы то мы все к чему я это все сейчас говорю я сначала не уверен был что это так на самом деле происходит но вот прям сегодня утром я окончательно в этом убедился нашел прям день с конторами поговорил да действительно так происходит что делает компания бмв которая страдает сегодня они не могут вести запчасти они не могут вести машины они фактически потихонечку умирают но даже в этом режиме смерти все руководство и представительство компании бмв делает следующее это происходит практически во всех дилерах значит если у человека сломалась какая-то деталь несмотря на то что mercedes всех посылает нафиг ну то есть все гарантийные обязательства не держит rolls rolls не держит гарантийные обязательства мы не можем но мы знаете что сделал бмв вот сейчас все у кого бмв просто у вас гордость будет у человека ломается деталь детали на складе нет но компания бмв признает что да мы должны нести обязательства и мы не должны в грязь лицом они говорят человеку иди покупай эту запчасть где хочешь сам находить приноси нам чек приноси нам квитанцию что ты эту деталь купил то есть ты сначала приезжаешь анти осматривают подтверждают что да действительно машина гарантина и какая-то вещь сломалась ты покупаешь на свои деньги эту запчасть приносишь им чек и они его оплачивают бмв вы лучшие просто вы это подтверждаете я прям очень горжусь вами молодцы вот что значит не потерять лицо даже в кризисной ситуации а все остальные производители которые просто бросили своих людей сколь мы вам мы ничем помочь не можем у извините вы простите мы с востока денег столько лет деньги зарабатывали и теперь мы ничего не можем кто вы после этого а вот бмв молодцы ну то есть сильный поступок это реально принятие решения крутое мы продали машину да у нас сегодня такие обстоятельства но мы не бросим человека который поверил в нас и выбрал нашу марку Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует...